Когда в воскресенье утром Solar Impulse 2 стартовал с аэродрома на востоке Китая, организаторы проекта знали, что впереди у них самый трудный участок кругосветного путешествия — шесть дней беспосадочного полета до Гавайев. Увы, уже через день их опасения оправдались. Погода ухудшилась, над Тихим океаном появился холодный фронт, и самолет был вынужден некоторое время кружить над Японским морем, выжидая, когда в небе появится просвет. Однако в итоге было принято решение посадить его в аэропорту на Гои. Конечно, это неприятная отсрочка, но все очень довольны поведением самолета, так что все дело в погоде. Все, что зависело от нас, мы сделали. И сделали успешно. Но мы не в силах контролировать погоду. Поэтому мы приняли решение приземлиться в Нагое, дождаться хорошей погоды и продолжить полет. Солар Импульс 2 имеет размах крыльев, как у настоящего авиалайнера, но весит, как небольшой автомобиль. Его скорость невелика, поэтому для поддержания стабильности полета ему требуется безветренная погода. К тому же в небе не должно быть туч, иначе самолету, который несет 17 тысяч фотоэлементов, просто не хватит энергии. Мы не сорви головы, мы исследователи. Безопасность для нас является абсолютным приоритетом. Поэтому все принимающие участие в проекте прошли соответствующую подготовку. Вся команда готова к любым неожиданностям и решению любых проблем. Теоретически, этот самолет может продолжать полет бесконечно. Самолет, но не его пилот, которому требуется отдых. А нагрузка на швейцарца Андрея Бошберга и так слишком велика. Поэтому в Центре управления полетом в Монако решили прервать путешествие, чтобы дать пилоту передохнуть в Японии, а затем возобновить путешествие.